привет привет продолжаем проходить shadow tower на 1 playstation и закончили мы на том что я зарезал гнома дурина и отобрал у него спиритки который открывает печать спиритическую эту духовную печать тут вот вроде где-то был потайной ход в этой стене но чет я не могу его найти вот тут же вроде где-то был нет не открывается ладно не буду тратить ваше свое время пойдем освободим ауриэль она тут как раз в соседней комнате не туда вышел вышел в начальную локацию так ну вроде вот вот здесь же где-то была потайная дверь ну ну как так то нету ну наверное память меня подводит ладно сходим к уриэль и и хрустальному гробу здесь зелье здоровья и наша дамочка собственной персоной вот тут лепнина какая-то и вот она лежит запечатанная используем на замочной скважине спиритки полученный от гнома дурина печать открывается ауриэль возвращается в свое тело посмотрим что она нам скажет в благодарность я презираю людей но ты заслужил мою благодарность будь осторожен в своем походе говорит нам ауриэль и дарит кольцо кольцо огненной магии очень классное кольцо сейчас я его прям покажу вот она это то что зомбачка упала а вот это смони ринг оф файр пока что его экипировать не буду для того чтобы она не ломалась но скоро придет время когда без магии уже будет невозможно спокойно играть дальше нужно будет гораздо чаще наносить урон противником чтобы прерывать их атаки вот эта стена не дает мне покоя но был же там проход точно помню ладно зайдем тут вроде торгует торговец должен быть может откроешься ну наконец-то нашел нашел проход все-таки память не не подводит ну в этой комнате нет ничего кроме цветочка из которого вакцина выпадает и все комната абсолютно пустая тем не менее она есть есть фальшивая стена в этой комнате не зря я в нее тыкался сюда по моему торговец до в комнате у торговца ничего нет теперь я уже нам накопил 10 монет и покупаем ключ зверя также можно купить прокачку на оставшиеся пять монет ключ зверя понадобится попозже я скажу упомяну это отдельно но пока просто двигаемся вперед сейчас не слово об этом о как вовремя ты тут появился учусь и какой точный хорошо не отравил наверное какой-нибудь родственник племянник дурина решил отомстить мне за своего дядьку и мы переходим в дрожащие пещеры очередная локация земляного земного мира здесь очередные новые монстры вот эти вот червячки которые отравляют вот эти странные не знаю даже как это назвать водоросли которые по суше бегают которые стреляют лазерными лучами в принципе атака у них по сути точно такая же как и у предыдущих цветочков только выглядят они немного иначе в любом случае всех эти растения всех этих монстров нужно изрубить в мелкую капусту потому что персонажа нужно прокачивать и шмотки нужно собирать для того чтобы лечиться торговать и все прочее многие люди всякие многие люди обзорщики в интернете там люди игровые журналисты писали что игра очень сложная что непонятно как играть непонятно куда идти на мой взгляд ничего сложного здесь нет если ты принимаешь условия игры если ты понимаешь что для того чтобы дальше тебе не было очень сложно тебе нужно прокачивать персонажа тебе нужно держать его экипировку в надлежащем состоянии следить и вовремя менять предметы у которых прочность опустилась ниже трех не доводить до полной поломки и тогда и здоровья на все хватит и зелий здоровья на все хватит я бы сказал что денег хватит на все но в этой игре денег нету здесь очень на мой взгляд умело объединили валюту деньги и здоровья в одну и ту же валюту вот например в игре метро умело объединили деньги и патроны в одну валюту на мой взгляд это классный ход и там и здесь гейм-дизайнеры постарались на славу и это достойное решение мне кажется которая прямо в итоге вылилась в основную отличительную особенность первого shadow tower от того же кингсфилд с которым ну просто невозможно не сравнивать эту игру они очень похожи и механически и графически ну shadow tower несомненно более симпатичная более продвинутая так и здесь нам тоже понадобится лук можно конечно попробовать стрелять вот я экипирую кольцо и выставляю магию огненный шар но заодно и лук тоже одену можно конечно попробовать в упор в рукопашную с вот этим вот червем повоевать но мне кажется эта идея не очень хорошая 414 урона неплохо запутался немного в управлении попробую магией по нему стрельнуть 180 урона продолжим луком пожалуй для того чтобы использовать магию в этой игре тоже достаточно интересный интересная комбинация кнопок это нужно быстро нажать кружок а потом треугольник или кружок а потом квадрат в зависимости от того на какую руку на правую или на левую экипирован экипировано кольцо в то же время кружок выполняет функцию открытие меню а треугольник выполняет функцию атаки ближнего боя а магия это кружок а потом треугольник вот такая вот загогулина новый вид хищного дерева теперь это какой-то уже я не знаю даже ба 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 кузатый тоже пытается наложить проклятие но достаточно не подходить к нему спереди не подпадать под его атаки и стоять где-нибудь сбоку или сзади и он вообще никакого вреда не может причинить здесь сейчас будут враги гораздо гораздо сложнее и опаснее чем дурацкие растения с ними мы разберемся очень быстро в соседней комнате есть еще один торговец починкой или как-то сказать кузнец занимающийся ремонтом как он plant растение кокон интересная штука да вот здесь ремонтный торговец я на монтаже под ускорю все это дело чтобы время на него долго не терять ну я чиню в первую очередь оружие броню лук потому что без лука дальше никак тут еще один кокон растение кокон с ним мы расправимся вообще без всяких проблем а вот дальше за дверью здесь очень интересная комната в ней много лута но и несколько крайне стремных противников стоят они бьют по площади наносят очень много урона и при этом ломают экипировку поэтому я сейчас попытаюсь ситра так из лука его подстрелить чтобы он вообще по мне не ударил ни разу если получится тут главное нацелиться без прицела есть есть упадая вот после того как я его убью точно такой же еще один появится прямо рядом со мной и нужно сразу валить вот так вот и его тоже аккуратно подстрелить главное не подходить близко они по огромному радиусу без перерыва лупят и просто разваливают все снаряжение так и остался последний третий как бы так вот к нему туда подлезть оп-оп-оп-оп вот я немножечко отхватил пока дверь открывал ну вроде нормально получается с ними разобраться лук можно снимать треть прочности лука ушла на то чтобы трех врагов уничтожить здесь собираем монетки мечи dust of rage это пыль которая при использовании увеличивает урон который наносит персонаж ее мы пока использовать не будем естественно прибережем на финальные локации на финальных врагов все собираем что в этой комнате по моим подсчетам тут целых семь предметов которые можно подобрать еще предметы могли упасть с вот этих вот мобов здоровых ну вроде чисто факел кончился ну ладно можно отправляться дальше только сначала нужно починить лук ну раз уж мы сюда зашли починю за 1 кольца ну может быть еще и щит ну и меч можно почти да ладно короче кого я обманываю все нужно починить раз уж раз уж зашел надпись на стене судя по всему корона не здесь интересно смог король и рыцари которые отправились вместе с ним вперед избежать проблем на своем пути кто-то беспокоится за короля с королем мы тоже скоро встретимся и успокоим его чтобы за него больше никто не беспокоился колодец в этой комнате но в отличие от серии king's field из него попить нельзя жизнь восстановить нельзя вообще ничего нельзя в этой локации осталось еще сходить вот в это ответвление из двух комнат и можно отправляться на выход здесь все зачищено все убиты кроме вот этих вот червей один еще будет подстерегать нас на выходе из локации здесь игра проверяет есть ли у игрока лук смогли он в отравленных пещерах найти лук потому что если он не пошел в отравленные пещеры лука у него нет и здесь ему придется страдать вот как видеоигровым журналистам которые писали что игра сложная вот забавный монстр со смешными звуками прыгает и практически все время дропает набор для ремонта забираем проходим в соседнюю комнату здесь должна быть вакцина от яда может быть враги какие-нибудь заспавнятся нет пусто ну и отлично все это локация полностью зачищена только на выходе нужно будет подстрелить червя в эту локацию можно попасть исключительно из предыдущей через башни сюда никак не попасть и она по сути нужна только для того чтобы подкачаться и набрать монет и порошков для усиления урона больше здесь нет ничего интересного и примечательного ну если не считать конечно уникальных противников которые только в этой локации есть ну на это игра очень богата тут в каждой локации несколько типов уникальных противников которые потом нигде не повторяются на мой взгляд это очень круто гейм дизайнеры очень много вложили стараний в разнообразие игры ну не сказать конечно что она от этого стало намного разнообразнее все-таки движок и ограничение лимитами техническими того времени дает о себе знать тем не менее выдавать такого уровня красоту на первый playstation ну конечно когда я говорю про красоту то нужно идти в абсолютно серых пустых коридорах ну вот так вот повезло но главное что эти серые коридоры не похожи на другие серые коридоры я в них прекрасно ориентируюсь зайдем к торговцу купим прокачку и одну молну еще несколько зелий здоровья